У города Уварова славная ратная летопись. Во все времена уваровцы были мужественными защитниками своего отечества и всегда показывали пример героизма. Так что для призывников нашего города служба в рядах вооруженных сил России – особая ответственность. В строю – 8 новобранцев. Выполнить свой воинский долг предстоит и Владиславу Мальцеву, который пожелал всем без пяти минут солдатам успешного прохождения службы длиною в один год. Время в армии пролетит незаметно. И за это время я желаю, чтобы вы все приобрели силу, мужество, честь и отвагу и стали достойными защитниками нашей Родины. С пользой для себя и Родины отслужить в рядах вооруженных сил будущим солдатам пожелали и многочисленные почетные гости мероприятия. Ведь приобретенные здесь навыки наверняка пригодятся молодым людям и на гражданке. Когда пролетит этот год службы, и они все вернутся домой. И ваша задача, она заключается в том, чтобы приобрести те навыки, которые, в принципе, в дальнейшем вам помогут в жизни. Возможно, даже приобрести какую-то новую специальность. Наверное, научиться жить в коллективе, заявить о себе как о лидере, проявить себя по-настоящему, по-мужски, потому что будут и физические нагрузки. Я думаю, что вот, судя по вам, вы из тех, кто с этим достойно справитесь. Конечно, сейчас и девчонок много идет в армии, но защитник Отечества – это все-таки миссия мужчин. Наши ребята и на границах нашей Родины, и за границей. Какая выправка, как обучены, как вооружены, и как миролюбивые. И ваша частичка. Вот вы тоже будете там в огромном коллективе наших вооруженных сил. А мы, конечно, будем ждать здесь, в нашем городе, нашим любимым, у Варова. Служба в армии всегда была хорошей жизненной школой. Временем возмужания, зрелости, физической и нравственной закалки для многих поколений младых людей. Продолжать традиции и быть достойными своих предков – такова, по словам старших товарищей, главная задача сегодняшних новобранцев. Мне хочется, чтобы вы служили с достоинством, с честью. Помнили о том, что вы не только лицо города нашего, от которого вы уходите, но вы еще дети своих родителей. И как вы будете служить, будут судить о вашем воспитании. Чтобы никогда не забывали, какой ценой досталось вот это мирное небо. В ответ призывники дали обещание служить с честью и с достоинством. Ведь повестка из военкомата никого из них не пугает. Скорее, наоборот. Юноши сами стремятся пополнить ряды военнослужащих. Тем более, что у них есть крепкий тыл в лице их родителей, бабушек и дедушек. Мой внук тоже служит. Четыре месяца уже. Балтийский флот. Я его жду с нетерпением. Так же, как и ваши родители, близкие, будут вас ждать и молиться за вас. Добрый путь вам. Правильно стоять в строю, знать устав и обращаться с оружием. Эти вчерашние школьники за предстоящий год многому научатся. А пока на память сувениры и пожелание успешного прохождения службы и скорейшего возвращения домой. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город.